Какая бы у тебя была реакция, если бы я прямо сейчас подарила тебе монстряшку? Сегодня я это выясню! Ребят, многие из вас просили меня провести конкурс. Пока я думаю над конкурсом, я провела что-то вроде тайного конкурса. Сейчас все объясню. Я очень сильно хочу отблагодарить каждого из вас, кто пишет мне, кто смотрит меня, кто присылает мне подарочек. Я вас всех очень люблю, но, к сожалению, я не могу объять необъятно. Я не могу физически отблагодарить каждого. Поэтому я придумала такой вот, можно сказать, тайный конкурс, где я выбрала представителя от вас. То есть я выбрала девочку, с которой я сегодня встречусь и отблагодарю ее. Она будет только представлять всех вас, всех моих зрителей. И я очень-очень надеюсь, что вы все за нее порадуетесь. Я знаю, что меня смотрят только добрые ребята. Поэтому если вы даже ей позавидуете, то только по-белому-белому. А вообще, я хочу, чтобы вы просто порадовались за эту девочку. И сейчас я объясню, почему именно ее я выбрала. Ее зовут Даша. Она смотрит меня с самого начала, как только я завела мои каналы на YouTube. Причем она смотрит оба моих канала и под каждым видео оставляет очень подробные, очень информативные комментарии. Она всегда что-то уточняет, что-то спрашивает, либо просто что-то пишет на какую-то тему. То есть она очень внимательно смотрит мои ролики. Потом она зафоливала меня во всех, во всех соцсетях. Это то есть ВКонтакте, в Инстаграм, в Твиттере. Она даже завела дневник на Live Internet, чтобы там читать меня. И везде она тоже оставляет всегда комментарии. При всем при этом она ведет себя очень скромно и ни разу даже не попросила добавить ее в друзья. То есть она везде за мной следит, везде меня читает, но при этом скромная и ничего от меня не требует. В общем, я решила, что эта девочка будет очень достойным представителем вас. И сегодня я хочу с ней встретиться в кафе и порадовать ее. У меня есть для нее сюрпризик, о котором вы узнаете позднее. Забыла вам еще рассказать, что еще давно Даша отправила мне письмо, но, к сожалению, оно потерялось. Оно на меня так не дошло. И, представляете, как это обидно, когда ты пишешь письмо, там прикладываешь какие-то подарочки, она просто исчезает. Но Даша, она не расстроилась, она не пала духом. Вернее, она расстроилась, конечно, она не пала духом и отправила мне еще одно письмо и даже посылку с подарками. Сейчас мы идем в одно место, которое мы тоже что-то хотим взять. И это место, оно будет подсказкой к тому, что же такое я хочу подарить Даше в качестве благодарности. Те, кто внимательно смотрит мои видео, сразу же догадается, что это будет за подарочек. Какая сегодня классная погода. Видите, я уже в футболочке. Хотя на улице всего лишь 20 апреля, уже можно ходить в футболочке. Это такой кайф. Здорово в эту такую классную погоду дарить подарочки, радовать. Дарить подарки, это вообще всегда круто. Радуешься, мне кажется, больше того, кто получает этот подарок. Так, тихо, переходим на дорогу. И вот мы приближаемся к тому месту знаковому. Та-дам! Сейчас мы купим что-нибудь здесь, например, арахисовую печеньку. То есть сидеть и встречаться с девочкой мы будем не в этом кафе. Сюда мы приехали только из-за названия, из-за того, что это место знаковое. Здесь мы хотим кое-что купить, просто чтобы нам дали пакетик, куда мы положим наш подарочек. Здесь очень забавная коробочка для того, чтобы дать денежку на чай. Такая беленькая коробочка, и на ней написано, что там внутри котик. Место, куда класть денежку, оно оформлено в виде рыбки. Я такую штучку смешную никогда не видела. Прикольно, правда? Можно нам просто вот эту вот одну печеньку? Сарфисовую, да, и в пакетик. Хорошо. Спасибо. Мы приближаемся к месту встречи. Я нервничаю. Прямо, правда, нервничаю. Мы идем в кафешку Криспи Крим, где вкусненькие пончики. И находится она прямо около московского Кремля. Город весь украшен в пасхальной тематике. Все празднуют Пасху. Вон там красивые большие яйца. Честно говоря, я в первый раз встречаюсь с подписчиками. Поэтому очень волнительно. Для меня это странно, что какой-то человек будет радоваться так безумно встрече со мной. Это здорово и в то же время очень-очень как-то стеснительно. Мне даже немножко некомфортно. Но я надеюсь, что все придет хорошо и я не буду стесняться. Я же все-таки взрослая. Все, мы заходим внутрь. Даша еще не приехала, поэтому я пока пойду посмотрю кончик. Потому что, честно говоря, я в этом кафе сама впервые. Но мне друзья сказали, что здесь очень вкусно, даже вкуснее, чем Даггин Дон. Здрасте. Даша, заходите. Даша, привет. Здравствуйте. Я тоже снимаю. Привет. Даша привезла мне вот такие подарочки. Обзор на подарочки. Это такой классненький куличик. Они сами его пекли. А это яички. И они непростые. На них есть сердечко и надпись Берсик. Мы идем выбирать кончики. Ну, какие ты хочешь. Давай, ты выбираешь. Вот они, красавчики, пончики, выезжают. Ну, оно как много там. Целый цех. Круто, что здесь видно, как приготовлены пончики. Мы накусались вкусненькими пончиками. Еще даже не все покушали. Но пришло время для десерта и для самого главного, и для самого клевого. Это сюрпризы, которые я приготовила для Даши. И я надеюсь, что он мне очень-очень понравился. Это первая часть моего подарочка. Это сюрпризика. Но она неспроста такая. Ты на нее посмотришь и догадаешься, какая будет основная часть. И это, короче, такая подсказка и ключ. Так, это первая маленькая. Просто вкусняшка. У меня не было куличика, поэтому тебе в честь Пасхи... Такой просто... Моди, с той стороны хотели бы еще. Ну, там, ничего, все. Прекрасно, главное, смотри на деталь. Слушай, ты, наверное, не наелась, поэтому еще печенку с Крушиком. Печенька. Красивая, говорит, очень печенка. Если бы я тебе довела только печенку, было бы как-то совсем грустно, наверное. Ну, что, ты догадываешься? Та-дам! И пожалуйста,bes discim да,пожалуйста. Это тебе за все,за то что ты моя преданная подписчица,за то что ты всегда так рада с своими классными комментариями, своей внимательностью Да, поэтому мы обязательно хотели сделать обзор. Вообще здорово! Это же мне всегда было! Здорово! Да, это прекрасно! Спасибо, Берсик! Спасибо! Очень-очень здорово! Спасибо огромное! Вау! 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 Я поняла, почему по-гейски? Да, я сразу поняла! Здорово, Берсик! Спасибо огромное! Пожалуйста! Дайте себе такая Тора! Да! Она вообще очень красивая! Всегда хотела себе Тору! Чтобы не взглянула сами! Все, мы докушались пончиков у нас! Полные животики! И полные животики не только пончиков, но и счастья, я надеюсь, по крайней мере! Потому что я очень-очень рада была увидеть Дашу! Она очень клевая! Она очень клевая, хорошая девчонка! Мы с ней очень здорово пообщались! Мы не стали все снимать, потому что у нас там были всякие секретики! Спасибо, что пришла! Спасибо, что в этот день такой хороший, праздничный! Прорвала его со мной! Чаще улыбайтесь! Любите котиков! Всем пока! Все, Дашеньку забрали у меня! Мы с ней попрощались! Меня переполняют, честно говоря, эмоции! Я даже так иду и немножечко подпрыгиваю! Ну, во-первых, потому что мы обменялись с ней подарками! И это все как-то получилось так трогательно, так классно! Очень душевно пообщались! Мы сели в кафе больше, ну, где-то больше полутора часов! А время прилетело так быстро, что родители, которые ждали Дашу, они, мне кажется, тут вообще уже так нагулялись! Здесь, кстати, все круто празднично! Поэтому, я думаю, они хорошо провели время! И мы хорошо провели время! Я уверена, что мы будем и дальше с Дашей общаться, потому что она очень-очень светлый, такой хороший человечек! И, ребят, я очень-очень надеюсь, что вы все дружно порадуетесь за Дашу, что вы не будете ей завидовать! А если будете, то только как-нибудь очень-очень сильно по-доброму! Потому что в лице Даши я хотела сказать вам всем-всем спасибо за то, что вы у меня есть, за то, что вы меня смотрите! Я обязательно подумаю над конкурсами и над встречей со всеми вами! Это я в процессе, так сказать, всего этого! Кстати, эта куколка, которую я подарила Даше, она была из моей дополнительной тайной посылочки, которую я специально приобрела для того, чтобы делать такие вот подарки! Для того, чтобы делать подарки на конкурсы, которые я сейчас придумываю! Поэтому ждите конкурс! Буду ли я вот так встречаться еще с подписчиками, я даже не знаю и не могу обещать! Как я уже говорила, я физически не могу отблагодарить таким образом каждого из вас! Но это не уменьшает мою любовь к вам и то, что я вас безумно всех ценю! На этой позитивной ноте я хочу с вами попрощаться! Пока, ребята! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова